До начала отопительного сезона осталось меньше недели. У коммунальщиков горячая пора. Гидроэнергопром, компания, которая в этом году занимается ремонтами магистральных сетей, приступает к благоустройству участка по улице Карла Маркса. На втором участке на перекрестке улиц Крылова-Бажова работы в самом разгаре, докладывает главный инженер энергопрома Виталий Ющук. Опоздание наше недельное немножечко сократим, дня на 4, но все-таки в 15-м числу пятницы, я думаю, что мы немножечко не успеем. Если мы в пятницу ее просуним и получим добро под монтаж, подглускание клетей и границ, то 2-3 дня у нас все-таки мы немножечко опастуем. К понедельнику, к вторнику, я думаю, что мы будем готовы быть в противоположном устройстве. На стадии завершения работы у региональной сетевой компании. Всего же за время подготовки сетей южной части Полевского к отопительному сезону они устранили 42 утечки. По воде осталось 6 утечек, устранили химиков угловую. В принципе, для начала отопительного сезона мы сегодня заканчиваем работы по этой магистралке. Нам уже особо ничего не мешает. Там две небольшие утечки, которые мы устраним до конца недели. Это по теплу. По воде мы где-то на неделю-полторы еще задержимся. Там нарушения режима водоснабжения в принципе нет. Они такие без отключения. Готовилась к отопительному сезону и котельная на 60 мегаватт. Сегодня там завершается этап модернизации до оснащения. Уже смонтирован и установлен фильтр грязи-уловитель. Монтируются новые дымовые трубы и дополнительные теплообменники. Мы идем как бы в графике работы, в выполнении работы. То есть все у нас движется, все нормально. А по трубам? По дымовым трубам труба меняется, все у нас в графике тоже. То есть у нас осталась одна труба, но мы ее заменим. Она сейчас нас не держит. То есть у нас в работе 4 котла, но нам они сейчас не нужны. У нас два маленьких в работе. Они были у нас в работе все лет. То есть мы их остановили на период ремонта работы. А все остальное у нас нормально, все движется, все работает. Запуск тепла в южной части начнется сразу после завершения ремонта на магистральном трубопроводе. Затем последует заполнение сетей. На это уйдет до двух суток, уточняет Александр Баранов. У меня было бы, конечно, всем пожелание при запуске и при заполнении поддерживаться наших рекомендаций. Потому что основной поставщик будет мы воды. И то есть чтобы к нам все вот эти подрядчики прислушались. То есть ЮГОП, региональная сетевая компания, чтобы вы в связке с нами работали. Отличное предложение, к нему мы обязательно прислушаемся. Разработаем порядок взаимодействия коммунальных компаний города во время запуска системы теплоснабжения Полевского. Говорит глава города Дмитрий Филиппов. Сергей Листвин, директор ЮГОП, докладывает, как в предстоящей зиме готов жил фонд Южной части. Также фонд готов для пуска тепла полностью. Дома сейчас у нас закрыты, стоят, то есть как будет сеть на полное, но потом будем накрывать полностью. Лариса Потапченко уже вторую неделю вынуждена говорить на штабе не только о плановых ремонтах, но и об авариях, которые происходят на водопроводных сетях Северной части. В ночь на вторник порыв произошел в районе перекрестка улиц Степана Разина-Арджоникидзе. Под отключение попали по улице Коммунистическая, 4 дома, это 15, 17, 19, 21, по улице Зоя Космодемянская, 9А, Менделеево, это 10 домов и Арджоникидзе, 10 частных домов. Ремонтные работы велись весь день. Во вторник аварию устранили уже к вечеру, возобновив водоснабжение жителей Северной части. Согласно постановлению главы города Дмитрия Филиппова, отопительный сезон в Полевском городском округе начнется с 17 сентября. В первую очередь тепло подадут на объекты соцкультбыта. Что касается жилого фонда, то здесь теплоснабжение будет возобновлено, когда среднесуточная температура составляет 8 градусов в течение 5 суток. А это значит, коммунальный комплекс города все же должен быть готов к началу отопительного сезона уже в понедельник. Ксения Балденкова, Сергей Чижов, новости нашего города.